я в шоке нет я реально в шоке это вообще не моя цветовая гамма я не думала что получится настолько красиво пусть это и будет начало этого видео останетесь обязательно до конца чтобы посмотреть как у меня получился такой итог макияжа всем привет добро пожаловать в новое видео сегодня у нас с вами обзор горячих новинок от бренда эволейн будем меня красить приводить в порядок наверняка вы знаете что это польский бренд некоторые средства у нас появились чуточку раньше еще весной я уже прекрасно успела с ними познакомиться давайте приступим сегодня много всего горяченького и интересного поехали то что восстановила мои губы давайте чуть-чуть обновим это масло для губ с органой у меня вот такое слегка красное очень хорошо восстанавливает их я бы сказала что не просто увлажняет но и питает в качестве самостоятельного такого уходового средства или поверх любой помады для начала я пожалуй оформлю свои брови потому что они сегодня у меня частично отсутствуют и для этого я воспользуюсь тонким механическим карандашом в оттенке taupe я уже делала на них обзор и taupe это такой универсальный серо-коричневый оттенок который подойдет большинству цветотипам мне нравится то что эти карандаши не жесткие они совершенно не царапают кожу и они также не слишком мягкие вот такая оптимальная так сказать формула можно докрасить себе отдельные волоски или же нарисовать брови заново я лично очень жду еще и оттенок для блондинок обещаю что буду покупать часто и много карандашики стойкие они уже очень многим полюбились и я понимаю за что этими карандашами я уже давно пользуюсь и могу сказать что их надолго хватает то есть у меня не расходуется слишком быстро брови есть карандаши обязательно на заметку мы их еще уложим при помощи геля но сейчас продолжаем для глаз у меня сегодня будет палетка которая однозначно влюбит вас в себя это новинка под названием mystic galaxy польские блогеры так нахваливали ее и это как бы продолжение вот этой моей любимой серии палеток от эволайн металлической упаковки я нежно люблю как рубиновый гламур так и вот эту мокко и ими можно сделать вот любой макияж как на каждый день так и что-то поярче что-то гламурное интересное и сейчас у нас новая подборка цветов из таких общих характеристик это палетка в такой же надежной упаковке помимо этого здесь есть большое удобное зеркало которое не искажает изображение чуть-чуть другая кисточка это даже еще более удобный вариант как бы бочонок с одной стороны и вот такая пушистая для растушевки теней ну и самое интересное это цвета я думаю что таких цветов уж точно никто не ожидал и это не просто фиолетово-лиловая палетка меня очень радует то что она самодостаточная то есть здесь есть подборка цветов которые мы можем использовать на каждый день когда у нас нюдовое настроение но когда душа требует экспериментов и цвета у нас здесь есть где разгуляться смотрите здесь есть как матовые тени и они очень хорошие и помимо этого здесь еще и присутствуют сияющие сатиновые дуахромы причем не один и вот эти тени под названием марс они как будто влажные то есть ты их наносишь и они сияют так как влажный пигмент это безгранично вдохновляющая палетка если вы любите играть с макияжем то вы уже знаете что вам нужно искать еще хочу добавить что несмотря на то что эта часть палетки у нас такая слегка теплая но не прям ядерная рыжая а вот это более холодная они друг с другом смотрятся очень гармонично в качестве базы я возьму стойкий консилер от эволайн под названием камуфляж он у меня в оттенке 2 и нанесу его на века это у меня спонж также от эволайн он был у меня в какой-то пиар рассылке но если вдруг вы его не найдете то оранжевые также у них то что надо давайте сразу возьмем оттенок марс набираю на палец это как россыпь разноцветных блесточек здесь и фиолетовый розовый и голубой такой богатый оттенок и приклеим его на века на самом деле он довольно сильно дуахромит приготовьтесь сразу это будет не совсем типичный макияж для меня теперь хочется взять какой-то фиолетовый или уран или нептун вау вот это да давайте тот который потемнее то есть нептун знаете глаза боятся руки делают у них приятная мягкая текстура теперь возьму юпитер и слегка все потушу я конечно могла бы сделать свой такой нюдовый макияж используя только вот эту часть палетки но мне показалось что так будет неинтересно все-таки у нас здесь такая необычная гамма да поэтому имеет смысл поговорить и показать именно ее тени очень красиво переливаются добавлю немножко цвета винас как бы в переход вытягиваю все кверху что получился эффект лифтинга вот сюда добавлю чуть-чуть оттенка сан это такой как бы банановый он рыхлый но зато хорошо набирается на кисть и что вообще было не похоже на меня я возьму оттенок под названием мун это холодный дуахром который переливается голубым цветом и добавляю в уголок глаза вау на своче кстати он не выглядел аж настолько вот ярким давайте обновим чуточку мун я не вижу у меня под глазами какой-то особой грязи я стряхивала все матовые оттенки с кисточки слегка и только потом прикасалась к веку ну а все какие-то сатиновые мерцающие тени я наносила пальцами или берем синтетическую плотную кисть глазам через секунду вернемся давайте нанесем тональный крем у меня wonder match это во первых очень красивая баночка я не знаю как это возможно но часто когда что-то такое матовое черное но пачкается в этом тоне такой проблемы нет у меня сейчас оттенок 20 меня есть для вас небольшой сюрприз обязательно останьтесь со мной до конца это тональный крем еще и с уходовыми свойствами здесь есть те компоненты которые помогают вашей коже так комфортно себя ощущать в течение дня он хорошо все перекрывает он очень легкий и стойкий и он дает такой сатиновый финиш я возьму два нажатия наверное потому что буду пользоваться спонжем поехали приятно пахнет чем-то таким свежим в этой линейке хорошая растяжка цветов то есть каждый сможет подобрать для себя подходящий оттенок есть более розоватые и совсем светлые и нейтральные и теплые такие загорелые он буквально как вторая кожа только лучше так как макияж у меня сегодня довольно яркий как для меня то под глаза я нанесу кое-что поплотнее это тот же консилер который я использовала в качестве базы у него где-то средняя плотность покрытия он тоже хорошо держится в течение дня и осторожно спонжем тональный крем уже уселся теперь давайте все зафиксируем я возьму пудру которая появится в продаже в конце лето насколько мне известно но обязательно берите ее на заметку и высматривайте в магазинах это тоже продолжение линейки варите она в упаковочке с пуховкой но я все же по классике использую кисть это пудра со светоотражающими частичками еще и с гиалуроновой кислотой она абсолютно не сушит кожу но как будто блюрит ее очень мелкий помол так давайте пройдемся по лицу и она делает кожу как после фотошопа я надеюсь что никто не обидится если я скажу что это как метеорит и только более доступно и здесь нет вот такого чрезмерного для некоторых свечения но все равно эффект здоровой холеной кожи причем чем дольше тон работает с ней тем лучше стрелы стрелки нарисую подводкой варите она ультра черная и сама кисточка удобна в использовании и она хорошо пропитана средством то есть вы можете вести 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 и сама подводка будет постоянно в нее поступать выдыхаем я специально накрасила себе такие внушительные стрелки гулять так гулять тушь конечно же тоже варите это уже легендарная тушь которая поселилась наверное моем сердце навсегда пока она будет продаваться я безгранично в нее влюблена в щеточку то как она держится какими она делает реснички кукольными и придает им объем и длину все что надо гель для бровей с маленькой щеточкой он прозрачный но как он фиксирует мне кажется что мода на ламинирование ресниц на ламинирование бровей очень сильно повлияло и в плане на индустрию и все хотят вот такие или волчьи брови или чтобы держала так держала и это именно тот вариант у него удобная маленькая щеточка которой все можно хорошо прокрасить выложить так как вы любите я уже давно говорю о том что ну как бы я не люблю что делал что не делал мне нужно чтобы раз уж воспользовалась гелем для бровей он должен работать поэтому если вам нравится такой эффект то вот пожалуйста вам хороший вариант которым я с удовольствием пользуюсь сама правда это уже не первый мой гель для бровей от эволайн именно этот пришла подружка и отжала у меня мой говорит у тебя и так снова будут такие же и это действительно правда я обзавелась еще одним и не нарадуюсь бронзер glow and go 01 прекрасно я так увлеклась макияжем что у меня даже села батарейка свой образ я дополнила помадой в номере 510 это комфортная матовая текстура и цвет как говорится и в первый мир можно взять оттенок карандаша чуть похолоднее и потемнее и выйдет вот так давайте подведем небольшие итоги сказать что я в шоке ничего не сказать потому что если уж совсем по-честному то до этого я тестировала только первую часть палетки но вы меня прекрасно знаете чего тут можно ожидать посвочила вот эти фиолетовые там один нанесла на все века как бы я ожидала что палетка может быть классной но я не думала что даже на моей внешности при том что я очень люблю ньют все такое нейтральное это будет смотреться настолько бомбически я думаю что стрелки тоже сыграли роль но как-то вот все вместе настолько круто вот скажите как вам итог я уверена что если вы купите эту палетку вы в ней не то чтобы не разочаруетесь вы в нее влюбитесь и очень здорово то что эта палетка и на каждый день когда хочется вот находиться в своей комфортной зоне но и когда у вас будет желание поэкспериментировать накраситься как-то необычно возможно вы любите такие цвета но даже я человек который но вы хоть раз видели меня с таким макияжем глаз такими оттенками нет даже я оценила ее по достоинству это абсолютно искреннее мнение я даже сомневалась не буду ли я перезаписывать это видео потому что я бухнула эти фиолеты себе на веки и думаю ладно будь что будет если что будем делать просто обзор расскажу о качестве теней но скажу что это не совсем мое но тут же я думаю что картинка говорит сама за себя да это тот макияж который в моем случае требовал еще чего-то такого поярче да то есть побольше бронзера стрелки но это вовсе не обязательно и этим-то и прекрасно палетка да что с одной стороны у нас такие вот уникальные можно сказать оттенки которые между прочим сложно сделать и при том что я любитель я не профессионал я крашусь реально как большинство моих зрительниц которые не обладают какими-то супер навыками нанесения теней растушевок и даже у меня получилось это говорит о том что получится и у вас и оттенок дуахром который отливает голубым в уголке глаза что что вообще происходит я в восторге от макияжа я сейчас как поеду в детский сад я думаю что я всех шокирую своим внешним видом шокирую в хорошем смысле этого слова потому что выглядит супер эффектно а в жизни это еще круче но я подглядываю тут на картинку которая отображается у меня от камеры и мне кажется что это один из самых необычных но самых красивых макияжей которые я делала ну наверное в течение года но чтобы это было совершенно что-то нетипичное для меня это действительно вот бомба фиолетовая космическая бомба от меня огромная рекомендация вы будете в полном восторге и от качества матовых теней и от дуахромов от сатиновых понятное дело я сегодня не использовала самый темный оттенок но он такой вот знаете нейтральный и по насыщенности это средняя пигментация и вы знаете с таким цветом гораздо проще работать особенно если ты там не умеешь делать мега переходы это вы знаете для людей и для профессионалов и для тех кто только учится и для тех кто где-то посерединке так как я с палеткой я думаю что все понятно мне больше нечего добавить я серьезно вам говорю что я не думала что итог будет таким то есть я могла бы сказать что палетка классная но буду пользоваться только первой частью а фиолета как-то отойдут в сторонку но нет же здесь все совершенно по-другому тональный крем восхитительный он понравится тем кто любит такой финиш то есть не мертвый матовый при этом действительно нет ощущения что у меня очень перегруженная кожа и даже когда я умоюсь то не будет такого спасите помогите дайте мне крем потому что я целый день мучилась с тоном нет так пудра когда появится обязательно попробуйте если вам нравится и фиксирующие средства и при этом сиянием готовьтесь к тому что она будет часто на моем канале подводка подводка одна из самых черных моей коллекции я смотрю на себя и понимаю что не нужно почаще рисовать стрелки если вы только учитесь если вы любите рисовать стрелки то варите будет отличным выбором тушь это моя любимица это не обсуждается еще у нас были карандаши для бровей я делала на них обзор и конечно же от меня рекомендацион гель для бровей лично для меня тоже бомба потому что я люблю что ух так посильнее брови зафиксировать и да вот такая у нас сегодня вечериночка на лице получилось я жду ваших комментариев как вам может мне почаще экспериментировать с цветами потому что как-то я так вошла во вкус и мне очень нравится какое-то время тому назад эволайн присылали мне целую свою линейку из ухода под названием rich coconut пахнет это все настоящим кокосом очень приятно так как у меня закончилась мицеллярная вода я достала ее и начала использовать она совершенно не сушит кожу она очень хорошо удаляет макияж так деликатно еще и освежает мне не жжет глаза даже с тональным кремом таким более стойким хорошо справляется со стрелками для всех типов кожи и в том числе для чувствительной совершенно не агрессивная и аж на 96 процентов состоит из ингредиентов натурального происхождения что похвально и также все средства бренда эволайн не тестируются на животных помимо этого я принесла три средства из моей ванной комнаты это еще одна новая линейка и только гляньте как это выглядит прям так люксово дорого я люблю сочетание бронзы и черного цвета значит что у нас здесь у меня тоже по заканчивались многие средства для умывания и я открыла пенку вот такую здесь у нас 97 процентов ингредиентов натурального происхождения как и в следующем средстве о котором я буду рассказывать пенка очень нежная набережно очищает кожу то есть не стягивает не пересушивает ее при этом удаляет все загрязнения например какие-то остатки макияжа после мицеллярной воды или после гидрофильного масла и для утреннего применения самое то то есть не было никакого дискомфорта после того как я умылась и приятно пахнет пена достаточно плотная то есть она не растекается как-то не вытекает сквозь пальцы пока ты там выдавишь и нанесешь на лицо очень удобный формат и вот таких средств хватает на супер долго пенка предназначена в том числе и для чувствительной кожи то есть она не раздражает вот мою чувствительную например и склонную к сухости здесь у нас есть и цика и ягоды кожи кои все произносят по-разному но все понимают о чем идет речь еще несколько полезных для кожи ингредиентов увидите тоже рекомендую взять попробовать а вот это супер вещь конечно с одной стороны это лосьон для тела но он так хорошо питает и восстанавливает как не один баттер и пахнет также кайфово назовем это так то есть здесь и кокос ощущается и что-то такое вот обволакивающее сливочное но больше в сторону сладкого несмотря на то что у нас сейчас неимоверная жара я диву даюсь как я тут еще не сварилась не приготовилась если что то в конце будет рецепт как сварить блогера здесь органическое кокосовое масло ягоды камю камю ягоды годжи он описано годжи значит я правильно сказала таки и масло авокадо очень хорошо распределяется быстро впитывается и это питание ощущается еще в течение какого-то времени то есть это не так что впиталась под ноль и все мы об этом забыли ваша кожа будет защищена еще долгое время и также мне нравится эффект разглаживания особенно для сухой кожи такой пересохшая обезвоженной тоже и на зиму если все-таки летом предпочитаете более легкие текстуры то зимой прям обязательно и в конце мы с вами еще не прощаемся но буду благодарна вам за пальчик вверх для тех кто хочет поучаствовать в конкурсе условия как всегда самые простые я все пропишу в инфобоксе так получилось что что-то я покупала сама что-то мне присылали и некоторые средства у меня дублируются я подумала что я буду рада поделиться с вами во-первых у меня есть сразу несколько новеньких нетронутых тональных основ которые сегодня на мне вы сможете подобрать себе подходящий для вас оттенок подводка гель для бровей и также у меня есть палетка я так понимаю что она была лимиткой у меня им было две одно я попробовала но не стала делать на них обзор потому что их уже нигде не достать то есть полный эксклюзив и вот такую палетку я хотела бы также разыграть еще кое-что добавлю лично от себя в посылочку обязательно участвуйте пусть вот такой небольшой летний подарок прилетит в любую часть мира потому что участвуют все страны на этом уж точно пока пока до новых встреч уже совсем скоро